В Одессе вспоминают Алексея Костусева скорее с иронией. Ну, был такой. Гулял со слоником Фантиком по Дерибасовской и воевал за пост мэра с Гурвицем. Куда-то уехал. Че о нем говорить? А я напомню, что долгое время Алексей Костусев возглавлял антимонопольный комитет Украины и отметился на этой должности высокой, вполне положительно. Вот пример, который многими подзабыт. В 90-е начало мировых на продовольственной рынке Украины внезапно обострилась проблема с ценой на хлеб. Хлебзаводы перешли в частные руки в своем большинстве. Закупочные цены на муку в этой связи резко возросли, что заставило производителей хлебобулочных изделий взвинтить цены. Как сработал антимонопольный комитет времен Костусева. Первое. Провел расследование на предмет монопольного сговора. Второе. Пошел на встречу хлебникам, попросив Госрезерв Украины продавать им муку по сниженным ценам для выпечки социальных сортов буханок. Цены прекратили свой рост. Почему нынешнее правительство и парламент не пользуются в полную мощь рыночными инструментами регулирования цен на продовольственном рынке? Почему декретируют цены взамен агрессии со стороны Государственного резерва Украины в виде запасов продовольствия, охранящихся на складах этой организации, на полки магазинов и на предприятия пищевой промышленности не попадают продукты, накопленные в Госрезервы? Между прочим, некоторые эксперты еще осенью 2021 года предвидели будущие трудности и поясняли причины. Все представители власти были в водовороте информационных сообщений по проекту государственного бюджета на 2022 год и общими вопросами изменения налогового и так называемого антиолигархического законодательства. Так вот, в этой ситуации почти незаметно прошла новость о заявлении Государственного агентства резерва Украины о критически низком уровне запасов зерна в государственных кладовых и отсутствии финансирования на пополнение запасов материальных ценностей Государственного резерва из общего государственного бюджета в течение последних 10 лет. Акцент сообщения как раз и касался именно того аспекта, что отсутствие государственного финансирования именно за счет средства общего фонда госбюджета, то есть из общего ката доходов госбюджета от налогов Госрезерва, привел к снижению запасов зерна до критического уровня. Хотя уровень запасов не был обнародован, исходя из закрытости такой информации. Государственная тайна. Между тем, если внимательно изучить практику большинства стран мира, тамошние госрезервы как раз используются, как к примеру, в Германии для регулирования внутреннего рынка сельхозпродукции, что импорт продовольствия не наносил ущерб отечественному сельхозпроизводству. А цены на импортные товары не были ниже мировых и цен внутреннего рынка. Причем такие же действия осуществляются в большинстве стран Евросоюза, США, Индии и Китая. Если мы не хотим вспоминать свой опыт, давайте тогда последуем зарубежному.